Должность Кадырова министр попыткам. Вот, кстати, действительно, эта шутка появилась на просторах интернета. Реально, если бы они ввели вот такую должность, министр попыткам, министр террора, министр дебилизма, вот что-то такое, да, он смотрелся бы реально на этой должности очень хорошо. И мне кажется, в России действительно нужно уже такое новое министерство, которое будет целенаправленно заниматься, допустим, пытками. Тумсо, еще раз, ассаламу алейкум, непосчитай мой вопрос провокационным, но почему некоторые чеченцы недолюбливают дагестанцев по скриптам? Ответь, пожалуйста, заранее. Тумсо, как думаешь, станет ли наш народ одним целым, как прошлые времена, или эффект разделения был слишком сильным, что уже не простим друг друга за поступки и деяния? Смотрите, давайте начнем с того, что мы, как бы, единым целым наш народ никогда не был. Такого, в принципе, не бывает. У нас даже вот в тот период, о котором ты, скорее всего, говоришь, это начало 90-х, ну и середина 90-х, то есть война. Это тот период, когда мы были максимально консолидированы против врага, но даже тогда у нас были и те, кто на стороне России сражались против нас, тоже часть нашего народа, то есть оппозиция, грубо говоря, были те, кто не сражались, были ни за тех, ни за этих, но как-то не нашими сторонниками были, так скажем. Поэтому, да, на тот момент, наверное, большинство народа было, безусловно, на этой идее, и это можно, как бы, считать точкой отчета, к которой хотелось бы, конечно, вернуться. Вот такая консолидация, она сейчас была бы, безусловно, победоносной. Вернемся ли мы к такому? Я думаю, что навряд ли уже такого не стоит нам ожидать, потому что действительно процессы, которые произошли за этот период в нашем народе, они не могут просто так быть прощены. Там пролитая кровь, кровь-то еще ладно, кровь, она прощается, всегда прощалась. Но вот вопрос посягательства на честь, это вещи, которые не прощаются, то есть, а там очень много таких моментов. Плюс у нас уже и в нашем лагере, так скажем, появились политические, религиозные разногласия, противоречия. Поэтому ожидать такой консолидации, как та, что была раньше, я думаю, нам не стоит. У нас сейчас какой-то новый этап, нам нужно теперь подходить к этим вопросам с учетом тех реалий, что у нас есть. То есть, да, у нас есть противоречия, но мы, несмотря на это, мы можем бороться дальше, продолжать борьбу уже какую-то политическую между собой, не военную, именно политическую мирную борьбу, но при этом быть сторонниками одной идеи независимого государства. Грубо говоря, как демократы с республиканцами в Америке, как они сосуществуют. Они уже на протяжении скольких там десятилетий являются противниками друг друга. Но при этом и те, и другие являются патриотами своей страны, сторонниками величия этого своего государства. Поэтому нам тоже теперь нужно подходить к этому вопросу. Мне очень интересна история вашего народа, конкретно тот момент истории, когда вы хотели стать независимыми, а вашим планом помешали. Людям промывают мозги по этому поводу. Верю, ваш народ вернет силу. Но вот как раз эта тема меня тоже интересует. Но просто это тоже, видите, большой такой промежуток, если мы будем говорить про борьбу за свободу, то она уже четыре века приблизительно идет. А вот последняя, новейшая наша история, то есть конец 80-х, начало 90-х. Наша ссылка там 44-й год, возвращение 57-й год. Вот эти вот вещи, они наиболее сейчас, наверное, актуальны. Поэтому про них приходится чаще говорить. И эти моменты приходится более детально разбирать, чем какие-то там исторические. Но я думаю, контент у меня в принципе не тот, чтобы люди ко мне приходят не за историей, не за средними веками, не для того, чтобы узнать там, как появился наш народ и так далее. А ко мне все-таки сюда приходят для того, чтобы какие-то политические вопросы обсуждать, посмотреть мнение, может поспорить даже. Поэтому это все-таки более актуально для нас, вот эта вот новейшая история. Томсо, твои ощущения, если Кадыров уйдет в отставку, если это все закончится? Что первое ты сделаешь? Кадыров, ушедший в отставку, ничего не заканчивает. Я ничего не сделал, я просто включу, наверное, очередной свой эфир и буду это комментировать. Кадырова заменят на Махмудова, Иудова, Делимханова и любого другого. То есть для нас-то ничего не меняется. Это для Кадырова, может, что-то меняется. Он теряет власть или часть этой власти. Либо не теряет сразу, но потеряет потом, как в случае с Назарбаевым это было. Но для нас-то ничего не меняется. Мы как вот в оккупации находились, так и продолжаем в ней находиться. Поэтому для меня, да, это, конечно, хорошая, наверное, новость, приятная, что один враг Аллаха как минимум ощутил какой-то дискомфорт. Но в глобальном смысле это ничего не меняет. Он или что-то затеял, или грядут большие перемены не в его пользу, и он чего-то испугался последствий. На самом деле вариант с переменами, они тоже будут не какие-то, если даже они грядут, то они грядут не глобальные. Но это не та ситуация, когда будет там полностью система изменена. Вот как, допустим, помните, было в Дагестане, когда просто прилетал спецназ ФСБ и задерживал их пачками, этих руководителей дагестанских. Вот это были как бы серьезные глобальные изменения на уровне региона. Здесь такого, я думаю, ожидать не стоит. Если даже тут есть какой-то договорняк, и произойдет какая-то ротация, наконец-таки нам Кадырово куда-то переведут, поменяют главу региона. Если такое даже произойдет, то это будет максимально так гладко сделано. Но посредствия, конечно, потом, в дальнейшем, для Кадырова может все, конечно, измениться не в его пользу. Но поначалу это все они постараются, и я думаю, у них получится сделать это максимально гладко, чтобы никаких эксцессов не было. Должность Кадырова министр попыток. Вот, кстати, действительно, эта шутка появилась на просторах интернета. Это реально, если бы они ввели вот такую должность, министр по пыткам, министр террора, министр дебилизма, вот что-то такое, да, он смотрелся бы реально на этой должности очень хорошо. И мне кажется, в России действительно нужно уже такое новое министерство, которое будет целенаправленно заниматься вот, допустим, пытками. Чтобы это происходило не в рамках, там, ФСИНа, МВД, ФСБ и так далее, армии. А вот было отдельное министерство, и это только в их полномочия входило пытать. Остальные не имели права это делать. Тогда были бы ответственные и конкретные за это направление. Министр Тагута, тоже, кстати, хоро, министерство Тагута. И министр Тагута, чтобы был Кадыров. Неплохо. А что это ты, Тумсо, не радуешься? Я бы на твоем месте сказал бы, чем дальше уйдешь, тем лучше тебе дороги. Ну, я согласен. Если он уходит, то мы, конечно, этому, наверное, будем рады. Но, видите, здесь надо еще понять, что там происходит, кто меняет его, на кого. Рано радоваться тоже нельзя. Да вообще пока нет предмета, чтобы говорить, что его меняют. Пока я говорю, самый вероятный сценарий, это то, что просто идет пиар-компания. Рамзан, не выходи. Ему периодически нужно постоянно подпитываться этой фальшивой поддержкой, лжеподдержкой. Она ему нужна. Поэтому он проводит же всякие конференции, где его просят остаться. По идее, он должен прекрасно понимать, что все это абсолютная фальшь. Но я не исключаю, что человек уже тронулся. И, может быть, реально говорят, что люди во власти, они начинают так гонять. Фараоны всякие, они тоже не просто так считали себя богами. Это ведь тоже какой-то момент происходит, вот этот щелчок. Я не исключаю, что он реально, может быть, уже погнал крышей. И он считает, что вот эти все фальшивые комментарии с поддержкой, вот это все вылизывание его окружением, просьбы не уходить, остаться. Вот это все, может быть, он реально уже верит во все это. Не исключено. Если фарон мог поверить в то, что он бог в какой-то момент, хотя он же прекрасно понимает, какой он бог. Сейчас он речь тебе толкнет, что он бог, потом пойдет в туалет продукты жизнедеятельности скидывать. Понимаете, это как, ну, если он сам себе такие вопросы как бы не задает, значит, ну тронулся человек уже на голову. В том что, такой вопрос, видел ли ты интервью Хачилаева на передаче где-то в Москве в 96-м году? Вроде хотел узнать мнение о таком человеке. Я видел, ну и все интервью я не смотрел, но там был такой очень интересный момент, я его, по-моему, даже публиковал у себя, где он приводит в пример как бы монголов. Говорит, ну, там, говорит, вот как Монголия, говорит, они будут. И ведущий говорит, а что Монголия, нормальная страна, говорит. Говорит, ну да, они там, говорит, живут. Ну да, нормально, говорит, народ. И весь зал начинает смеяться. Ну что, будешь ли записывать ролик по истории чеченского народа до сегодняшнего дня? Есть много людей, кому эта тема интересна и многие не знают правды. Насчет истории не знаю, но к 6 сентября, к послезавтра я готовлю ролик. Это будет, ну, небольшой отрезок, да, такой нашей истории к моменту провозглашения нашей независимости. Может быть, конечно, я буду, нет-нет, делать такие короткие какие-то ролики. Ну, это не какая-то там древняя история, то есть это не те вопросы, которыми я занимаюсь. То, что касается политических тем, наша новейшая, грубо говоря, история. Где-то, может быть, я буду касаться каких-то там исторических событий, времен там, революции в России, Горской республики и так далее. Но не детально, а просто как бывает, что тебе нужно от чего-то там отходить и нужно что-то упомянуть. В таком контексте я, наверное, буду это делать, но я не хочу целенаправленно делать какой-то исторический контент, то есть разбирать прям какие-то исторические события, нет. Только вот в контексте новейшей истории, политических каких-то процессов, чтобы было понятно, то есть для опровержения, допустим, каких-то версий наших оппонентов, как, например, 6 сентября, у меня как раз, я планирую сделать именно такой ролик, иншала. Приветствую тебя, Тунсо. Ты создал дополнительный канал, который вещает исключительно на чеченском языке. Не кажется ли тебе, что это оставляет чеченское общество закрытым от мира и пагубно влияет на интеграцию доверия? Конечно, нет. Конечно, нет. А что, то, что Великобритания вещает на английском языке, это делает ее закрытым обществом? А то, что российское общество на русском языке, это делает ее закрытым обществом, украинское на украинском? Как это так? Как это понять? Мы наоборот должны вещать на своем языке. Основа как раз в этом. Русский, английский это уже доп. Вот это опция. А основа, фундамент это говорить на своем родном языке, вещать на свою аудиторию внутри своего народа. Наоборот, от этого нужно исходить. Как это понять? Закрытое общество, потому что ты вещаешь на своем языке. Но тогда все общества в этом мире закрыты. Испанцы вещают на испанском, французы на французском. Неужели они являются закрытыми обществами? Арабы на арабском. Почему ты считаешь Азербайджан шиитским, в то время как очевиден подъем суннитского даавата в стране. Одновременно власть не проявляет явного склона в сторону шиизма и Ирана. Я очень рад, если там реально идет подъем суннитского даавата, но я не согласен, честно говоря, с этой оценкой, потому что у меня другая информация. Но тем не менее, даже если есть подъем даавата, даже если это не пресекается, это не делает саму страну суннитской. Вы это понимаете. В Украине, допустим, нет никаких запретов на даават ислама. Но это ведь не делает Украину исламской страной. Понимаете, там тоже растет даават, там увеличивается количество мусульман, но Украина не становится мусульманским государством от этого. Поэтому то же самое действует и в отношении Азербайджана. Просто это очевидные вещи. Мне очень странно, когда со мной на эту тему спорят. Тумсо, еще раз. Ассаламу алейкум. Не посчитай мой вопрос провокационным. Но почему некоторые чеченцы недолюбливают дагестанцев по скриптам? Ответь, пожалуйста, заранее. Я не знаю, некоторые, наверное, не любят и китайцев, и испанцев, но это некоторые. Мы же не можем на них как-то повлиять. В целом у нас абсолютно нормальные, теплые, братские отношения с нашими братьями и из числа дагестанцев, и из числа ингушей, кабардинцев, балкарцев, любых народов. И не только народов Кавказа. Кавказские народы, безусловно, для нас ближе. Мы как одна семья, у нас там не так далеко будет общий проотец. С другими народами у нас будет чуть дальше. Поэтому, в принципе, конечно, мы являемся более близкими. То, что существуют отдельные проявления национализма в каждом из наших народов. Ну, есть, к сожалению, это всегда было, это всегда будет. Мы не можем с этим ничего поделать. Мы должны... Ну, как ничего не можем поделать? Мы должны, конечно, с этим бороться, да, в плане просвещения. То есть, людям нужно... Людей нужно призывать, им нужно показывать хороший пример. Пример братства, добрососедских отношений. Но нужно понимать, что всегда будут такие люди. Вот это искоренить мы никогда не сможем. Там всегда будут те, кто будут не любить дагестанцев. Будут в дагестанских народах, будут те, кто будут искренне ненавидеть чеченцев. И, как правило, это всегда происходит вот среди соседских. Не бывает так, что дагестанец там ненавидит черкеса. Потому что соприкосновения у них не бывает. Поэтому среди них не бывает от этого каких-то недоразумений. А вот среди соседских народов это бывает. То же самое происходит и с соседними селами. Вот вы заметьте, обычно противостоящие как-то друг друга нелюбящие, это всегда соседние два села. Не бывает так, что там село в одном конце не двигает село в другом конце, потому что нет соприкосновения. За исключением тех моментов, когда есть уже разделение по каким-то другим признакам. Например, если какие-то общества друг друга ненавидят, и они живут в разных селах, даже если эти села где-то далеко друг от друга, то да, у них это будет. Но это будет мотивировано не селами, а именно каким-то вопросом противостояния этих обществ. Поэтому мы должны с вами это понимать и как с этим бороться. Показывать хороший пример чеченцы, дагестанцы. Вот видите, сейчас была фитна. Очень порадовало, что появились истории с этой стороны братья, которые очень хорошо начали высказываться, приводить примеры, хорошие примеры комплементарные друг к другу, рассказывать. Допустим, дагестанец рассказывал про хорошие примеры отношений с чеченцами, чеченцы рассказывали про хорошие отношения с дагестанцами. И это сближает. Хороший пример хорошего братства. Ну все, прокомментирую свое мнение по поводу объявления ислама о дагестанском имамате. И нужно ли нам на сегодняшнем этапе нашей борьбы думать о Дагестане. Я не хочу вообще эту тему комментировать. По существу я имею ввиду. Мое мнение там по этому поводу. Вообще, no comment. Каждый делает то, что считает нужным. Но я хочу на этом примере показать вам, что мы вообще с вами не готовы говорить про какие-то унитарные единые государства в рамках Кавказа. Вот это тоже один из примеров, показывающий, что нет. Почему? Потому что, видите, ислам, чеченец, опубликовал эту информацию и моментально вызвало реакцию со стороны дагестанских братьев. Почему это сделал ты? Почему они обречились к тебе? И так далее. Здесь причина, изначальная причина кроется именно в этом. Видите, когда внутри одного народа вот такие вещи происходят, они всегда легче решаются. Меньше бывает претензий. Или даже наоборот. Вот, допустим, если бы я или кто-то другой из чеченцев подобное опубликовал бы про чеченцев, ну, не возникло бы никаких вопросов. И даже если бы кто-то что-то сказал бы, ты что там, типа, не спросил у нас, он бы просто ответил, да, кто ты такой, у тебя спрашивают. Я хочу, я о своем народе публикую. Я даже если там что-то создается, но захотел и создал, не захотел, не спросил. То есть вообще легко, понимаете? А когда в этот вопрос внесены отношения международные, двух народов, вот здесь уже вот так нельзя, вот здесь уже у тебя так не работает, понимаете? Нужно соблюдать вот эту субординацию, какие-то вещи предвидеть и не переступать там каких-то барьеров и так далее. Поэтому вот это вот один из примеров, на который мы должны обращать внимание и понимать, что в каждом вот эта вот народность, ее нужно беречь, очень аккуратно говорить о другом народе, ни в коем случае не делать каких-то заявлений, чтобы в этом народе могли это воспринять как экспансию соседнего народа. Вот тогда, в 99-м году то, что произошло, это тоже, видите, многими дагестанскими, большинством, абсолютно большинством дагестанскими народов, это было воспринято как вот чеченцы пришли к нам, чтобы здесь что-то делать, понимаете? В этом и была главная ошибка. Если бы информационное сопровождение этого было бы преподнесено дагестанцам как внутренняя тема, то не было бы и такой реакции. А это преподнесли им, как вот чеченцы со стороны пришли и что-то там пытаются навязать. Это моментально так воспринимается, даже когда с хорошим чем-то к тебе приходит со стороны, это воспринимается как, ну ничего себе, почему неуважение к нам, почему среди нас там не посоветовались, не сказали, сразу начинаются вот эти вопросы. Поэтому нужно, в общем, эти моменты контролировать. В общем, это еще один такой пример, на который нужно смотреть, и это довод в пользу того, что ну нет для какого-то общего, просто так вот сейчас вот на ровном месте нарисованного, созданного, единого унитарного государства мы не готовы, мы братья, не готовы. Политика Совкария была направлена на то, чтобы Кавказ не был готов к этому, Кремль уверенно поддерживает эту систему. Для них это, конечно, выгодно, безусловно. Но, видите, вне зависимости от того, в чем первопричина этого, это сегодня статус-кво, вот такая ситуация. И это надо понимать. И если ты пытаешься как бы потушить пожар другим пожаром, другим огнем, ну может быть где-то в каких-то ситуациях это и сработает, у нас это не сработает, не работает это так. Нужно, понимая, в каком положении мы находимся, из этого действовать, не раздражать других людей, другие народы, не раздражать, а наоборот пытаться максимум, понимаете, вот. Есть у нас, допустим, стремление к свободе, к освобождению? Да, есть. Мы понимаем, что у всего Кавказа должно быть это стремление? Да, мы это понимаем. Но можем ли мы теперь, из-за того, что мы считаем, что это общекавказское, теперь можем ли мы за черкесов, за балкарцев решать, как они будут освобождаться, у них там какие-то предпринимать меры и так далее? Ну нет, я считаю, что нет, не можем, потому что это вызывает отторжение у этих наших братьев. Это вот так к этому вопросу подходит. А должны ли мы им помогать в меру наших возможностей? Да, я считаю, что мы должны это делать, если у нас есть на это возможность. И они нам точно так же должны. И это, смотрите, не значит, что в дальнейшем это невозможно. То есть это же состояние людей решает, насколько это возможно или нет. Вот сейчас состояние людей такое, что нет, это нереально. Однако, если вот подойти к этому шаг за шагом, да, и может быть в дальнейшем люди придут к такому состоянию своих разумов, когда это будет, это станет возможным. То есть братство будет настолько близким у нас, что да, это станет возможным, я имею ввиду, единое государство. Но вот пока это, к сожалению, невозможно. Единственное, что сегодня реально, это свободные независимые кавказские государства, которые объединены единым союзом. Каждая из них является независимым и суверенным, но при этом они находятся в едином союзе, наподобие Европейского союза. Вот это то, что примут все. Это не вызовет отторжения. Так как все на равных, нет такого, что кто-то там кем-то управляет, кто-то главнее. Нет такого. Все как бы на равных, все независимы, у каждого своя внешняя и внутренняя политика. Но с учетом, что есть общий союз и нельзя выходить за рамки каких-то ограничений, установленных для всех стран. Это, я считаю, для нас сейчас вполне реальная ситуация. Ага, я думаю, даже уверен, что мы сегодня должны быть эгоистами и думать только о себе, что касается освобождения и независимости. Ну, смотри, если так сказать, это грубо получается, можно это сказать по-другому, чтобы никого не обидеть. Мы должны, то есть приоритет для нас, это вот внутри нашего народа, как бы внутри его территории, либо народа, вот это наш приоритет. И он должен быть для каждого именно таким. Но при этом как бы не забывать, да, чем можем, мы должны помогать, мы должны как-то там какие-то коллаборации вступать в этом плане, да. Но основной упор, он должен быть, он должен делаться внутри своего народа, своего общества, своего государства. Субтитры создавал DimaTorzok